Третий день работы выставки «Некрополь Москва-2023». Выставка скоро закончит свою работу, и мы наконец-то дошли до очень креативного стенда с очень креативными девушками «Карельская гранитная компания». Стенд этой организации отличается от других обилием каких-то креативных решений. Здесь индийские слоны вырезаны из мрамора, здесь абстрактные фигуры, какие-то арт-объекты, о которых нам сейчас расскажет Екатерина Назарова, менеджера «Карельской гранитной компании». Дмитрий, благодарю за то, что дали мне слово. Во-первых, хотелось бы выразить вам благодарность за то, что уделили время и подошли к нам, обратили на нас внимание. Да, безусловно. Во-первых, хотелось бы отметить, что мы большая производственная фирма, пили много большими объемами и самые стандартные и нестандартные изделия. Но из года в год, приезжая на выставку «Некрополь», наша задача становится удивить посетителей и сделать так, чтобы им было не скучно. Потому что сюда приходят абсолютно разные компании разного уровня, разного понимания и представления, что такое гранит, гранитные изделия и как они с ним работают. И наша задача показать, что в первую очередь ритуальное направление – это искусство. Искусство, которое создается, начиная от производства, заканчивая гравером уже там, где-то в другом городе, в котором, может быть, мы никогда и не побываем, но именно там заканчивается искусство. И наша задача была показать, что компания может, понимает и ценит, и знает историю, знает технологии, это важно, знает, что есть комбинация цветов, не только черный, они, их много. И мы показали, мы постарались сделать такую выставку максимально исторически интересной и просто интересной. И здесь представлены репродукции известных людей, их захоронения, памятники, монументы, которые им поставлены в реальной жизни, да, можно их посмотреть. Здесь большинство находится на Новодевичьем кладбище, но есть там один памятник, который находится в Мексике. И его никогда никто не сможет увидеть, не побывав там. И поэтому мы решили показать его и во Франции, во Франции еще тоже. Решили показать, что не у всех людей есть возможность, но, по крайней мере, посмотреть на него вживую. Говоря про Мексику, вы, видимо, имеете в виду захоронение Льва Троцкого? Да, все верно. А про Францию? Какое кладбище? Где? Чья могила? Про Францию имеется в виду саркофаг Наполеона. Он сделан из малинового кварцита. История создания очень интересная и можно много-много про нее рассказывать, много интересных фактов. Но основной такой факт, что Россия того времени подарила Франции, дала возможность вывести после всех ситуаций, вывести, приехать. Оплатила все расходы, экспедиции, и они вывезли этот малиновый кварцит к себе во Францию. И началось создание такой монументальной архитектуры того времени и современности на сегодняшний день. А находится она в Доме инвалидов во Франции. К своему стыду я, много раз бывая в Париже, ни разу не посещал Дом инвалидов. И не видел это уникальное захоронение. Хотя памятников из малинового кварцита мы отсняли великое множество по всей стране. Кстати говоря, некоторую часть из них недавно с Катериной мы снимали в городе Петрозаводске на Сулаш-Горском кладбище. Я открыл Екатерину как спикера. Прекрасная речь. Не надо, не надо. И тем не менее. Заострю внимание нашей аудитории, что этот ролик будет прописан в статье на ритуальном блоге. Обязательно обратите на него внимание. Это то, что серьезно. Давайте поговорим о несерьезном. Давайте. Ваш стенд поразил не только уникальными арт-объектами, но и его концепцией, которая менялась каждый день. Первый день у вас были облачка и ангелочки. Второй день у вас были черные лебеди. И сегодня вы представляете куклу Барби. Все в розовых кофточках с характерным антуражем. Какую цель вы преследовали? Во-первых, хотелось бы отметить, что мы не просто производство, мы команда. И наша задача, мы двигаемся в одном направлении. И наша задача показать посетителям выставки, не обязательно это будут заказчики, даже наши любимые друзья-конкуренты, помощники наши, показать, что единение и такой момент чего-то интересного, необычного, особенно в такой сфере сложной, эмоционально сложной, вот момент легкости и момент какой-то невинности в какой-то степени, что-то такого, знаете, необычного. Это очень, это интересно, это важно. И когда люди к нам приходили, во-первых, у них была возможность там, кто-то фотографировался, да, кто-то изучал историю наших объектов, представленных при продукции, кто-то просто задавал вопросы, а как, а что, а почему, то есть складывался диалог. Понятное дело, что здесь мы все находимся, здесь компании, которые занимаются производством ритуальных изделий. В том или ином виде, там, неважно, да, то есть здесь все одна история, одна тема, но мы смогли раскрыть наших гостей немножко в другом направлении, то есть мы смогли с ними сблизиться. Они нам с вами поделились в какой-то истории, они связаны вот со всей этой тематикой, мы с ними поделились. Вот, клетка, это у нас тренд 24-го года, это правда, вот, мы решили воспользоваться этой ситуацией. Красная ковровая дорожка, она означает, что каждый посетитель, который приходит, у него есть возможность встать на ней и почувствовать себя таким максимально индивидуальным, в красоте, в таком музее находиться, да. Все-таки некрополь – это музей. Что такое некрополь? Вот, и мы решили эту идею воплотить немножко в жизни, и я надеюсь, что она, она получилась. По личным ощущениям, какой формат больше всего произвел впечатление на гостей, на публику? Это ангелочки, это лебеди. Это лебеди. Лебеди, да. То есть второй день. Да, второй день. Больше людей хотелось сделать селфи. Да. Больше фотографировались. Да, то есть ангел – это что-то чистое, невинное, детское, такое, душевное. И черные лебеди – это, знаете, это как… Вот у нас есть там скульптура Хрущева, вот она соединение двух гранитов – черного и белого. Вот и у нас было в один день белый, да, ангел. Второй день – черный лебедь. Соединение двух противоречивых таких характеристик. И как бы это же тоже, вот оно, это же искусство. Оно так и происходит. Слияние противоречий рождают искусство. И вот в этой, в этом связи, да, конечно, во-первых, это красиво, да, всегда черный цвет – это притягивает, это будоражит, это привлекает внимание, несмотря на его темный цвет, да. Поэтому второй день нам, конечно, ну, как-то так больше, больше собрали внимания. Но я думаю, в совокупности надо смотреть. А вам лично какой образ более всего по душе? С точки зрения профессиональной работы лучше такой образ, потому что нет каблуков, потому что нет крыльев, можно выйти там походить. Как бы, да, с точки зрения привлечения внимания и погружения в ту атмосферу, в которую мы хотели создать, придумывая, делая этот стенд, конечно же, это крылья. Потому что люди подходят, спрашивают, а почему, а что, и у нас появляется возможность их, как бы, к себе завлечь, погрузить в нашу историю, в наш мир и рассказать что-то новое. И они делятся, то есть это такой момент открытия. Мне, как просто сотруднику, как работнику, конечно, комфортнее, когда попроще, да, то есть, но для того, чтобы людей располагать и удивлять, это, мне кажется, необходимо. И каждая компания, большинство компаний на этой выставке успешно с этим справляются и справились. Ну что, я хочу отметить, что Карельская гранитная компания столь же разнопланова, как и граниты, которые она реализует по всей России. Итак, мы были в гостях у Карельской гранитной компании. Катерина Назарова, огромное вам спасибо. Дмитрий, спасибо вам, что вы нашли для нас время. Благодарю вас. До новых встреч в Минске. В Минске, да. До новых встреч в Минске. До новых встреч в Минске. До новых встреч в Минске. До новых встреч в Минске.